В общем, у меня для вас три новости. Одна плохая и две хороших. Друзья, всем привет! Сегодня видео про некоторые изменения, касающиеся литовских автомобилей. Есть блогеры, которые записали уже по этому поводу видео, но если вы не видели, я вам сейчас вкратце расскажу. В общем, у меня для вас три новости. Одна плохая и две хороших. Ну, как обычно, я начну с плохой новости. Очередное подорожание страховок на автомобиле в Литве. Недавно вышла статья на Делфи, на нашем местном литовском СМИ. В том числе есть и на русском языке, Делфи, Ру. Очередное подорожание страховок, как гражданской ответственности, так и КАСКО. В общем, дорожает. Сейчас месячная страховка с зеленой картой на автомобиль с мотором 2,5 литра стоит где-то в районе 40 евро. Раньше это было 20. Это вот плохая новость. Но дальше идут следующие две новости. Это очень хорошо, особенно для тех, кто из Украины меня смотрит и хочет приобрести себе автомобиль. Первая, самая главная новость. Значит, Министерство внутренних дел Литвы совместно с Литовским Сеймом, это Литовский парламент, выпустили поправки к закону о регистрации автомобилей и другой техники, прицепов, мотоциклов. Значит, самое главное изменение, там большая бумага есть, я потом, если найду, сделаю ссылку на этот документ. В общем, если коротко, то теперь автомобили, которые не имеют страховки либо техосмотра, одно из двух, либо все вместе, в течение больше полугода, они теперь не будут автоматически слетать с учета. Что это значит? Это значит, что те машины, которые загнаны в Украину и на момент принятия этого закона, то есть у них будет не просрочен полугодовой вот этот период, для них все, машина остается всегда на учете. Дальше уже по желанию, то есть делать техосмотр, не делать техосмотр, как уже ваши власти в Украине будут к этому относиться, будут они требовать, не будут, но машина будет всегда стоять на учете. Это очень, кстати, хорошо. И по поводу первой новости, значит, страховка подорожала из-за того, что после Нового года будет разрешено регистрировать автомобили с правым рулем. То есть надо будет дооборудовать автомобиль на сумму где-то 350 евро, то есть надо поставить будет камеру, монитор. Из-за этого подняли страховку специально, потому что увеличатся риски, не все смогут ездить по Литве адекватно с правым рулем. Видимо, они просчитали это и появляется такая возможность после Нового года. То есть теперь можно будет заказывать автомобили из Англии, они гораздо дешевле, они стоят практически чуть не в два раза дешевле обычных из Германии или из других стран Европы. Вот такой вот приятный бонус. И, значит, закон вступает в силу относительно того, что перестанут слетать с учета с апреля месяца, с первого апреля. Вот. Вот все, что я хотел сказать. И тот, кто интересуется автомобилями из Литвы, обращайтесь, пишите, звоните. Опять же, оставляю ссылку на чат в Вайбере, на свои социальные сети, можно мне писать. Только, пожалуйста, не пишите, если вы просто так вот интересуетесь, а сколько будет стоить, а как, а что. То есть если вы конкретно уже хотите приобрести автомобиль, то, пожалуйста, милости просим. Всегда рад буду помочь. Ну и еще подписывайтесь на канал. Если нравятся мои видео, ставьте палец вверх. В общем, до новых видео, до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok